Все дороги школьников и родителей ведут на социалистическую. На отрезке между Карлом Марксом и Дзержинского работает специализированный базар. Изделия предлагают свыше трех десятков индивидуальных предпринимателей и предприятий города. Например, средняя стоимость канцелярского набора – 30 рублей. В него входят дневник, тетради, ручки, карандаши, краски. У нас цены намного ниже, чем в магазинах. Во многом больше ассортимент. Ну и тут в одном месте собрано очень много точек торговых. Так что, я думаю, каждый найдет себе то, что хочет. В первые дни работы школьного базара бобруйчане больше покупают одежду, отмечают продавцы. Выбор большой – костюм на мальчика, брюки и пиджак от 70 рублей, рубашки от 30. Стоимость нарядов для девочек не сильно отличается. Модельный ряд богат деловыми образами. Размеры от 30 до 40. Ткани прочные, трикотажные, цветовая гамма стандартная. В тренде у первоклассников принты и надписи. Работать базар начинают в 9 утра. Полдень – пик продаж. О комфорте покупателей тоже позаботились. В каждом павильоне есть мини-раздевалка, зеркало, коврик и вешалки. Огромный плюс – нет больших очередей. Что тебе сегодня бабушка купила? Ну, много всего. Три пачки пластилина, три пары брюк. Ты довольный? Конечно, довольный. Как после такого будешь недовольный? Ну, мы только еще пришли, ну вот, просмотрели, выбор есть. Хороший выбор, да. Можно выбрать что-нибудь, конечно, по вкусу. Можно выбрать и товаром большой ассортимент. По вкусу, да. И цены по ценам можно выбрать. Ну, уже что-то приобрели? Нет, еще только начинаем мерить. Еще одна точка для шоппинга возле универмага на Горького. Здесь цены начинаются от 20 рублей. Есть скидки. Их размер зависит от возраста коллекции. В четверг стоимость на всю школьную форму снижается от 10 до 20%. У нас здесь огромный ассортимент предоставлен. Калинки – это в основном одежда для девочек. Жлобинская швейная фабрика. И Надекс – это сорочка, джемпера. Большой ассортимент брюк. Школьный базар работает ежедневно с 9 утра до 4 вечера. Выходной – понедельник. Торговля завершится уже после Дня знаний. 5 сентября. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.